Он учился в четвёртом классе начальной школы. Это был красивый 19-летний флорентиец с чёрными волосами и белым лицом. Старший сын служащего железной дороги. Семья у этого служащего была огромная, жалование маленькое. Жили они в большой нужде. Отец очень любил сына и был с ним всегда ласков и терпелив. Он был снисходителен к нему во всём, исключая одного – ученье. Что касается ученья, то здесь он был требователен и строг, так как считал, что сын должен как можно скорее кончить школу и поступить на работу, чтобы поддерживать семью. Отец был уже не молодым человеком, а тяжёлая работа состарила его раньше времени. Для того, чтобы содержать семью, он, кроме своей обычной работы, брал ещё переписку на стороне и просиживал над нею часть ночи. Последнее время он занимался тем, что надписывал адреса подписчиков одного издательства. За каждые пятьсот адресов, написанных крупным и чётким почерком, он получал три лиры. Но работа эта очень его утомляла, и он часто за обедом жаловался. «Глаза отказываются мне служить», – говорил он. «Эта ночная работа доконает меня». «Отец, позволь мне поработать вместо тебя, ведь ты знаешь, почерк у меня очень похож на твой». «Нет, сынок, тебе надо учиться. Твоя школа гораздо важнее моих адресов. Мне было бы тяжело отнимать у тебя время, которое ты должен отдавать школе. Благодарю тебя. И не будем больше говорить об этом». Сын знал, что в таких случаях спорить с отцом бесполезно и не стал настаивать. Но вот что он сделал. Он знал, что каждый раз ровно в полночь отец кончает писать и уходит из маленькой рабочей комнаты в спальню. Иногда он слышал – бьёт двенадцать часов, и тотчас же раздаётся звук отодвигаемого стула и тихие шаги отца. И вот однажды ночью, дождавшись, пока отец лёг спать, он тихонько оделся, пробрался ощупью в рабочую комнату отца, зажёг керосиновую лампу и сел за письменный столб. На столе лежала стопка чистой бумаги и список адресов. Он принялся писать, стараясь как можно лучше подражать почерку отца. Он писал, и ему было весело и радостно, но немного страшно, а стопка надписанных адресов всё росла и росла. Время от времени он откладывал перо в сторону и потирал руки. Потом снова принимался писать с ещё большим усердием, всё время прислушиваясь и улыбаясь. Вот он написал сто шестьдесят адресов – почти целая лира. Тогда он кончил писать, положил перо на то самое место, откуда взял его, и на цыпочках вернулся назад в постель. В этот день во время обеда отец был очень доволен. Он ничего не заметил. Надписывал он адреса механические, работая час за часом и думая в это время совсем о другом. Количество надписанных адресов он обыкновенно подсчитывал на следующее утро. Он сидел теперь за обедом в очень хорошем расположении духа и, похлопывая сыну по плечу, говорил «Вот видишь, Джулио, твой отец ещё совсем хороший работник. Вчера вечером за два часа я надписал адресов на целую треть больше, чем это делал всегда. Я ещё быстро пишу, и глаза не отказываются мне служить». А Джулио счастливый молчал и думал «Бедный отец, как он рад, что чувствует себя таким сильным. Я буду писать теперь всё время». На следующую ночь Джулио, ободрённый успехом, вскочил, как только пробило 12 часов и сел за работу. И так он работал много ночей подряд. Отец не догадывался ни о чём. Только как-то раз во время ужина он заметил «Странно, как много керосина выгорает у нас в последнее время». Джулио вздрогнул, но разговор на этом прекратился. Ночная работа продолжалась. Но не высыпаясь каждую ночь, Джулио уже никогда не мог отдохнуть хорошенько. С утра он уже вставал усталый, а вечером, когда готовил уроки, изо всех сил старался не закрывать глаза. Однажды вечером первый раз в жизни он заснул нас над своей школьной тетрадкой. «Ну-ну!» – закричал отец, хлопая в ладоши. «За работу!» Мальчик встрепенулся и снова принялся работать. Но на следующий вечер и потом все следующие дни было то же самое, даже хуже. Он дремал над книгами, вставал позднее обыкновенного, учил уроки наспех и, казалось, потерял всякую охоту учиться. Отец сначала наблюдал за ним, присматривался к нему и не мог понять, что с ним случилось. Потом он стал упрекать его, а ведь до сих пор он никогда и ни в чем не мог его упрекнуть. Джулио, – сказал отец однажды утром, – «Я не могу понять, что с тобой. Тебя как будто подменили. Я недоволен тобой. Помни, что вся наша семья ждет от тебя поддержки. Я недоволен тобой. Ты понимаешь? Это был первый в жизни по-настоящему суровый упрек. И он смутил мальчика. Правда, подумал он, – так не может дальше продолжаться. Надо покончить с обманом. Но в этот же самый вечер за ужином отец весело сказал, «Знаете, в этом месяце я заработала адресами на 32 лиры больше, чем в прошлом». При этих словах он показал мешочек со сластями, которые принес с собой, чтобы отпраздновать такое необычайное событие. Дети захлопали в ладоши. На 32 лиры больше – я доволен, я доволен. Но вот он, и отец указал на Джулио, он огорчает меня. Джулио принял упрек молча, проглотив навернувшиеся на глаза слезы. Но он продолжал работать, напрягая все свои силы. Каждый день приносил все новую усталость, и мальчику все труднее было бороться с этой усталостью. Так прошло два месяца. Отец продолжал упрекать Джулио и смотрел на него сердитыми глазами. Однажды он пошел в школу справиться о сыне. Учитель сказал, «Да, да, он учится недурно, потому что он способный мальчик, но совсем не так старательно, как раньше. Спит на уроках, зевает, рассеян, сочинение старается писать покороче, пишет небрежно, дурным почерком». Он мог бы учиться лучше, гораздо лучше. В этот вечер отец отвел мальчика в сторону и заговорил с ним так сурово, как не говорил еще ни разу в жизни. «Джулио, ты видишь, как я работаю. Ты знаешь, я не пожалею жизнь свою отдать за счастье семьи. А ты не помогаешь мне. У тебя нет сердца. Ты не любишь ни меня, ни мать свою, ни братьев». «Ах, нет, не говори так, отец!» – крича мальчик. И слезы хлынули у него из глаз. Он готов был уже во всем признаться, но отец прервал его. «Ты знаешь, в каком положении наша семья. Ты знаешь, что все мы должны работать и помогать друг другу. Мне сейчас придется работать вдвое больше, чем я работаю. Я рассчитывал получить в этом месяце 100 лир наградных за работу, а сегодня утром узнал, что не получу ничего». Услышав это, Джулио решил, что он не будет ни в чем признаваться отцу. И продолжал свое дело. Прошло еще два месяца. Эти два месяца Джулио также работал по ночам, также чувствовал он страшную усталость днем и также горько упрекал его отец. Но самое худшее во всем этом было то, что постепенно отец становился все холоднее к сыну и почти не разговаривал с ним. Казалось, он считал его совсем погибшим мальчиком, на которого нельзя было возлагать никаких надежд. Он даже избегал встречаться с ним взглядом. Джулио все это очень хорошо видел и мучился этим. Он похудел, побледнел и все больше и больше запускал свои школьные занятия. Он очень хорошо понимал, что все это надо кончить, и каждый вечер говорил себе «Сегодня я не встану». Но как только часы били двенадцать, в ту самую минуту, когда надо было выполнить свое намерение не вставать, он вдруг начинал испытывать угрызение совести. Ему казалось, что он не хочет выполнять своего долга, что он отнимает лиру у отца, у всей семьи. Тогда он поспешно одевался и думал о том, что все равно как-нибудь ночью отец проснется, застанет его за работу или догадается об обмане, пересчитывая написанные адреса, и тогда все кончится очень просто, ему не надо будет ничего предпринимать. Он чувствовал, что у него нет сил действовать решительно. Но однажды вечером за ужином отец сказал такие слова, которые заставили Джулио окончательно решиться. Дело было так. Мать посмотрела на Джулио. Ей казалось, что он выглядит хуже обыкновенного, что он похудел и побледнел. Джулио, ты болен, сказала она. Потом, обратившись к отцу, тревожно добавила, Джулио болен, посмотри, какой он бледный. Джулио, дорогой мой, что с тобой? Отец мельком взглянул на сына. У него нечистая совесть, от нечистой совести всегда болеют. Он не был таким, когда был хорошим учеником и любящим сыном. Но он болен, воскликнула мать. Мне все равно теперь, ответил отец. Слова эти были, как удар ножа в сердце бедного мальчика. О, ему теперь все равно. А еще так недавно он волновался, когда Джулио начинал немного кашлять. Значит, отец уже не любит его. Теперь все кончено. Я не могу жить, если он меня не любит. Я верну его любовь. Я расскажу ему все. Я не буду больше обманывать его. И я буду учиться, как учился раньше. Пусть будет, что будет. Только бы он снова полюбил меня. Он на этот раз я твердо решил. И все-таки, когда наступила ночь, Джулио по обыкновению проснулся ровно в 12 часов. Это уже вошло у него в привычку. А когда он проснулся, ему захотелось в последний раз взглянуть в тишине ночи на маленькую рабочую комнату, где он так много трудился с сердцем, исполненным любви и нежности. А когда он сел за маленький стол с зажженной на нем лампой и увидел на столе стопку белой бумаги, на которой больше никогда не придется ему надписывать адреса, ему стало очень грустно. Невольно схватился он за перо, чтобы начать работу. Но, протягивая руку, нечаянно задел книгу. Книга упала. Кровь бросилась ему в голову. Что, если отец проснется? Правда, он не совершает никакого преступления. Ведь он сам хотел все рассказать. Но все-таки слышать, как в темноте приближаются шаги отца, быть застигнутым вот здесь, в этой тишине, может быть, и мать проснется, испугается. А потом в первый раз пришла ему в голову мысль, что отцу вдруг станет совестно, когда откроется правда. Это почти ужаснуло его. Он прислушался, затаив дыхание. Кругом было тихо. Джулио подошел к двери, приложил ухо к замочной скважине. Ничего не слышно. Все в доме спали. Джулио успокоился. Он начал писать. И число написанных адресов все росло. Вот он слышит там внизу, на пустынной улице, мерные шаги полицейских. Вот застучали колеса кареты и вдруг затихли. Вот немного спустя послышался скрип медленно проезжающих телег. Потом наступила глубокая тишина, прерываемая время от времени далеким лаем собаки. Джулио все писал и писал. А в это самое время за стулом его стоял отец. Он проснулся от стулка упавшей книги и подошел к двери. Шум проезжавших телег заглушил его шаги, заглушил скрипы отворяемой двери. И вот он стоял теперь за стулом сына. Его седая голова склонилась над головой мальчика. Он смотрел на то, как быстро бегает перо в руках сына, надписывая адреса. В одно мгновение он догадался обо всем. Вспомнил все и все понял. Великое раскаяние охватили его душу. Он стоял, как пригвожденный за стулом сын. Вдруг Джулио громко вскрикнул. Чьи-то руки судорожно обнимали его голову. Он узнал отца. Отец, отец, прости меня. Нет, ты прости меня, говорил отец. Ты прости меня. Я понял все. Я знаю все, мой дорогой мальчик. Это я. Я должен просить у тебя прощения. Пойдем, пойдем со мной. И он повел, вернее, понес его на руках к постели, проснувшись от шума матери. Обними и поцелуй скорее сына, который все эти месяцы не спал по ночам и работал за меня. А я мучил его и терзал ему сердце. Ему, который зарабатывал нам на хлеб. Мать обняла Джулио, прижала его к себе и долго не могла говорить от волнения. Потом сказала только, ложись спать, мой мальчик. Иди спать. Отдохни. Отец взял его на руки, понес в комнату, уложил в постель, поправил подушки, укрыл одеялом. Спасибо, папа, говорил Джулио. Спасибо. Иди спать, папа, мне так хорошо. Иди спать. Но отец не хотел уходить. Он остался сидеть у постели сына. Он взял его за руку и сказал, спи, спи, мой сыночек. И Джулио, усталый, счастливый, заснул, наконец. Первый раз за все эти месяцы он спал спокойно и видел веселые сны. А когда проснулся и открыл глаза, то увидел солнце, которое светило уже давно, и увидел рядом с собой на подушке седую голову отца. Отец просидел у его кровати всю ночь и спал теперь, положив голову на подушку сына. Субтитры сделал DimaTorzok